Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Правовая грамотность». Ровно 32 года назад в Советском Союзе на законодательном уровне появилось такое понятие, как предпринимательство. Сегодня в стране насчитывается около 6 миллионов граждан, занимающихся своим бизнесом. Согласно соцопросу, 59% россиян хотели бы заниматься собственным делом. С чего начать и какие документы нужны для предпринимательской деятельности, об этом мы спросим у нашего эксперта Андрея Былкова. Здравствуйте, Андрей Борисович! Здравствуйте! Что же такое предпринимательство с юридической точки зрения? В соответствии с Гражданским кодексом и Налоговым кодексом Российской Федерации, предпринимательская деятельность – это экономическая деятельность, связанная с извлечением прибыли. То есть предприниматель в соответствии с действующим законодательством несет определенные риски экономической деятельности. Эта деятельность должна быть регламентирована ОКВЭД, то есть специальные коды существуют для различных видов предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель получает свой правовой статус с момента регистрации в налоговом органе по месту ведения предпринимательской деятельности. Индивидуальный предприниматель несет имущественную ответственность, то есть отвечает и своими финансовыми активами, и своим непосредственным имуществом за результаты предпринимательской деятельности. Какие документы нужны для регистрации предпринимательского свидетельства? Прежде всего гражданин, то есть физическое лицо, которое желает открыть индивидуальное предприятие, то есть заняться индивидуальной предпринимательской деятельностью, должен обратиться в налоговый орган в заявительном порядке, то есть составляется установленная форма заявления о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя по месту ведения таковой деятельности. При этом оплачивается государственная пошлина. В настоящий момент размер государственной пошлины составляет 800 рублей. Также в заявлении установленной формы указываются паспортные данные лица, открывающие свой бизнес, иные данные, место регистрации индивидуального предпринимателя, место ведения коммерческой деятельности, какие-то дополнительные сведения. И это все регистрируется, как я уже сказал, в налоговом органе. И с момента регистрации, получения свидетельства о регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, а также перехода на определенную систему налогообложения, он уже является полноправным статусным индивидуальным предпринимателем и ведет соответствующую деятельность. Какие обязательные платежи установлены для индивидуальных предпринимателей? В соответствии с действующим налоговым законодательством Российской Федерации, постановлением правительства и иными подзаконными актами, предприниматель, который, например, использует упрощенную систему налогообложения, он оплачивает, если у него не имеется в штате сотрудников, он оплачивает на содержание своей будущей пенсии и другие обязательные платежи. Ну, на 2018 год составляет, значит, на обязательное пенсионное страхование 26 545 рублей, значит, фонд обязательного медицинского страхования в размере 5840 рублей, то есть это ежегодно. Оплата производится поквартально, то есть каждые три месяца, значит, таким образом предприниматель не только обеспечивает свое будущее пенсионное обеспечение, но также если у него имеются в штате сотрудники, физические лица, да, с которым у него заключены трудовые договоры, он также оплачивает за каждого, значит, соответствующие платежи. Имеет ли право предприниматель вести свой бизнес по месту жительства? В соответствии со статьей 17 ЖК РФ, предприниматель вправе осуществлять предпринимательскую деятельность по месту своего непосредственного жительства, если это не нарушает прав и интересов других лиц. Например, предприниматель, допустим, преподаватель какой-либо учебной дисциплины занимается свободное от работы время репетиторством, она обязательно должна открыть предпринимательство, то есть зарегистрироваться. И вправе принимать обучающийся на дому, вести там свою деятельность, но опять-таки, что если эта деятельность не нарушает прав соседей, других собственников жилых помещений. То есть, если человек, грубо говоря, простым языком не собирается открывать какой-то цех по производству какой-либо продукции на дому, а допустим, вести какую-то деятельность, офисную деятельность, репетиторство или еще какие-то услуги, он вправе на дому по месту фактического жительства, то есть закон это четко жилищный кодекс оговаривает. Андрей Борисович, вы сами предприниматели, какие выгоды нашли в этом бизнесе? Вы знаете, огромные плюсы предпринимательской деятельности заключаются в том, что ты являешься независимым специалистом, осуществляющим свою экономическую деятельность. Ты, в соответствии с законом, оплачиваешь налоги и другие обязательные платежи. У тебя нет непосредственного начальства, ты сам себе начальник, сам определяешь свои доходы, свои расходы, контролируешь весь этот процесс. И, конечно, своевременно все осуществляешь платежи, которые государство требует от тебя, от индивидуального предпринимателя. Кроме того, настолько у нас большая нормативная база, огромное количество кодов с видами экономической деятельности. Поэтому мой непосредственный вид экономической деятельности – это деятельность в области права, то есть оказание юридических услуг. Много плюсов в этой деятельности, но минусы же тоже есть? Минусы, конечно, основные какие минусы? То, что, конечно, отсутствие налоговых каникул для начинающих предпринимателей – это особенно актуальная проблема в нашем государстве сейчас, потому что многие люди хотят открыть свое дело, но различного рода, давайте будем вещи своими именами называть, административные препоны, какие-то бюрократические проволочки мешают начинающим предпринимателям. И, конечно, отсутствие налоговых каникул. Если бы хотя бы, знаете, внесли бы изменения в законодательство, а вот давно уже об этом говорят, что Госдума планирует рассматривать этот законопроект, чтобы хотя бы для начинающих, хотя бы два года освобождать от обязательных налоговых платежей, то есть вести так называемые налоговые каникулы. Я думаю, что большой поток людей был в сферу бизнеса. И последний вопрос сегодняшней передачи, он будет от телезрителей, я его зачитаю. Ветеран МВД Петр Павлович спрашивает, сколько составляет прожиточный минимум для престарелых граждан по Краснодарскому краю? И что такое вообще потребительская корзина? Ну, прежде всего, прожиточный минимум – это стоимость на оценку потребности гражданина. Он складывается и с потреблением гражданином лекарств, продуктов питания, вещей, получением каких-то иных бытовых услуг. Значит, прожиточный минимум устанавливается актами, законодательством Краснодарского края на территории Краснодарского края. Значит, если прослеживать законодательную динамику, то, как правило, прожиточный минимум для пенсионеров, то есть для нетрудоспособного населения, значительно ниже, чем прожиточный минимум для трудоспособного населения, поскольку трудоспособный человек, он больше трудится, он больше напрягается, он больше питается и потребляет лекарства, одежды и так далее. Ну, судя по последним данным, на 2018 год для пенсионеров прожиточный минимум устанавливает 8229 рублей. Ну, а МРОД, то есть минимальный размер оплаты труда, это должно быть взаимосвязи в экономической, составляет более 11 тысяч рублей по Краснодарскому краю. Ну, вообще, конечно, тут имеет значение понятие потребительской корзины, то есть что пожилому человеку надо в конкретном месяце, какие он потребляет лекарства, какие он продукты питания, в каких магазинах он обслуживается. В общем, это такое растяжимое понятие, которое как бы… Ну, вот оно упирается в ту цифру, которую я сейчас озвучил. Я благодарю вас, Андрей Борисович, за беседу и до новых встреч. До свидания. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова